Множество животных страдает из-за деятельности человека. Попытки превратить их в средства развлечения, плохое обращение, браконьерство – со всем этим братья наши меньшие к несчастью сталкиваются очень часто. Но радует то, что находятся и такие люди, которые становятся настоящей надеждой для этих бедных существ. Как раз о таком человеке и будет наша история. Он умер в 2012 году, и то, что случилось через два дня после его смерти, никто так и не смог объяснить. Энтони Лоренс – настоящая легенда Южной Африки. Свою жизнь этот человек полностью посвятил защите природы, спасая диких слонов от человеческой жестокости по всему миру. Он с детства проявлял интерес к животным, а уже во взрослом возрасте продал свой бизнес и купил на вырученные деньги маленький заповедник. Однажды в заповедник Энтони привезли несколько слонов. Животные были озлоблены, все попытки приручить их заканчивались неудачей. Лоренс проникся идеей преодолевать сложности и устанавливать доверительные отношения со слонами. Энтони понял, в чем дело. Слоны очень ценят свое личное пространство и не желают впускать в них чужих. Но когда животное привыкает, оно само начинает сокращать дистанцию. Для этого нужно много времени и терпения. И чтобы помочь этим гигантам, необходимо проводить с ними бок о бок целые сутки. Именно с этих мыслей и идей началось знаменитое багдадское приключение Энтони, благодаря которому мужчина стал всемирно известным. Он даже получил прозвище «заклинатель слонов». Лоренс пробыл в Багдаде шесть месяцев, и за этот период он успел реабилитировать целый зоопарк. После этого мужчина продолжал спасать животных по всему миру. Он постоянно получал предложение помочь тем или иным заповедникам. Этим зоозащитник и занимался до тех пор, пока не умер от сердечного приступа. Вся его жизнь была очень увлекательной, но и то, что случилось после его смерти, можно назвать не менее захватывающим. На второй день после того, как Энтони умер, перед окном его дома появились огромные силуэты. Это были слоны. Животные преодолели огромный путь, чтобы попрощаться со своим верным другом и спасителем. 31 слон прошел более 12 километров по лесу, чтобы добраться до дома Лоренса. Как говорил сын Энтони, в воскресенье к дому подошло одно стадо, а на следующий день еще одно. Животные не просто нашли дорогу к дому своего спасителя. Каким-то неведомым образом они почувствовали, что его больше нет в живых. Вероятно, таким образом гиганты решили поблагодарить человека, который реабилитировал их и не дал им погибнуть. Все становится логичным, если вспомнить, что слоны славятся своими похоронными ритуалами. Так они скорбят по ушедшим родственникам. Тем не менее, подобный жест по отношению к человеку нельзя назвать чем-то обыденным. Это совершенно уникальное явление, которое заслуживает самого пристального внимания. Особенно если учесть тот факт, что животные шли к дому Лоренса два дня и даже не останавливались, чтобы поесть. С одной стороны, этот случай вполне объясним, но с другой абсолютно непонятен и удивителен. Если бы Энтони мог узнать об этом, он наверняка почувствовал бы себя самым счастливым человеком на свете. Какими же мудрыми, добрыми и благодарными могут быть слоны? Не хочется даже верить в то, насколько жестокими бывают с ними люди. Животные сделали все возможное и даже невозможное для того, чтобы выразить своему спасителю благодарность и проститься с ним. И один только этот факт может сказать о том, что Лоуренс все в своей жизни делал абсолютно правильно, и вся его деятельность была невероятно полезной и важной. Друзья, если вам понравилась эта удивительная история, подписывайтесь на наш канал и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые выпуски. Всем пока!